В рамках года экологии по инициативе отдела по делам молодежи прошло мероприятие под названием «Чистая планета». На первом этапе в молодежном центре при Дворце культуры «Спартак» стартовал конкурс экологических проектов. Основными участниками стали студенты среднеспециальных и высшего учебного заведений. Как отметила начальник отдела по делам молодежи Айша Татаева, основная цель – привлечение молодежи к экологической и природоохранной деятельности, привитие чувства ответственности за окружающий мир. Первым был заслужен проект студентки Аграрно-экономического колледжа Мария Малиевой на тему «Экология и автотранспорт». Чтобы провести следующую работу, мы провели некий опыт, который помогут нам в выявлении проблем и покажут всю проблему. Первый опыт. Целью первого опыта является определить количество выхлопных газов, поступающих в атмосферу от автомашин. Мы выбрали участок автодороги улицы Татурпиева и Зеленого рынка. Почитаем, сколько проехал по автодороге за один час как грузовых, так и легковых автомобилей. Экология машин проехала около 637 и грузовых – 23. На конкурс были приняты индивидуальные работы и работы творческих коллективов. Главными критериями экологического проекта служили направленности теоретического, экспериментального и изобретательного характера. Оценку представленным научным программам давали компетентные жюри, в состав которых вошли специалисты эколога биологического центра. Вторым проект представил студент дорожно-строительного колледжа Магомед Гитина Магомедов на тему «Экологическое исследование воды». Результаты анализа показывают, что в химическом отношении опасным для здоровья является каждая четвертая опроба, бактериальная и каждая опроба. Значение воды в жизнедеятельности живых организмов мы уже давно знаем, но отечая ли эта питьевая вода, удивляя им к ним кированию. Этот вопрос нас очень заинтересовал. Мы поставили питьевую задачу. Давайте попробуем изучить, как вы видите водоисточник нашего города. По итогам мероприятия всем конкурсантам членами жюри были даны определенные рекомендации по каждой теме. Работы получили положительные отзывы. Результаты конкурса будут подведены на следующем этапе, 19 октября. Вика Сулейманова, Тагиб Магомед Набиев, информационная программа «Пульс».